Дайджест недвижимости В феврале городские власти выставляют на торги 18 объектов. От их приватизации город намерен выручить не менее 4 миллионов рублей. Напомню, в конце прошлого года из программы приватизации исключили несколько крупных объектов. В этом списке, например, гостиница «Губернская», «Детский мир», предприятие «Куприт» и «ТЦ Европейский». Дайджест недвижимости В этом году россияне займут на покупку жилья до 2,5 триллионов рублей. Такой прогноз озвучило агентство ипотечного жилищного кредитования. Объем выдачи ипотеки по итогам года превысит показатель 2017-го – 2 триллиона. Полагает руководитель аналитического центра ИЖК Михаил Гольдберг. Он отмечает, что качество ипотечного портфеля в России находится на высоком уровне. Доля займов с просрочкой составляет чуть выше 2% против 12% по непотечным кредитам. В прошлом году россияне оформили более миллиона займов на приобретение жилья. Объем выдачи ипотеки за год вырос на 40%. Дайджест недвижимости Первые кредиты по льготной 6% ипотеке получили семьи из Екатеринбурга и Петербурга. В обеих в январе появился второй ребенок. Жители Петергофа приобрели двухкомнатную квартиру, а семья из Екатеринбурга снизила ставку по действующему кредиту с 13,5 до 6%. Помощь по программе «Семейная ипотека с господдержкой» получают семьи, в которых после 1 января появился на свет второй или третий ребенок. Жилье можно покупать как в новостройках, так и на вторичном рынке. Сниженная ставка действует в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при появлении третьего малыша. При этом в рамках программы в кредит можно получить до 3 миллионов рублей в российских регионах и до 8 миллионов в Москве и Петербурге. На этом все. В студии работала Анна Лапшина.